МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. В студии Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. Дистанционное обучение не даст школьникам возможности расслабиться. Современные технологии позволяют перевести почти все этапы учебного процесса в удаленный формат. Четвертая четверть в школах нашего района, как и во всех уголках нашей страны, началась необычно. Так в уютной домашней обстановке грызут гранит науки не только ученики, но и педагоги. О плюсах и минусах такого обучения расскажет наш корреспондент Гульнара Сидзикова. Молодцы, я вижу, все стараются, красиво пишут. Все посмотрели. Своих учеников преподаватель начальных классов Светлана Тимиргалеева видит только через экран ноутбука. 26 пар глаз внимательно следят за учителем в режиме онлайн. Идет урок русского языка. Можно считать, что детям это нравится, увлекательно. И все равно знания дети получают и усваивают. Есть обратная связь благодаря вот этим видеоконференции. И поэтому я считаю, что дальше у нас будет все в порядке и знания будут освоены в полном объеме. Мои ощущения, конечно, нет того контакта с детьми. А так я вижу, какой плюс себе в дальнейшей работе. Плюс в том, что этот метод, пожалуйста, можно использовать в любой момент работы. Даже если уже будет обычное обучение, то тоже можно, как говорится, в своей работе использовать эти моменты онлайн обучения. И в этом я, как говорится, никаких минусов не вижу. Ее ученик Руслан Менигалиев, сидя за домашней партой, старательно выполняет все задания учителя. Как признается первоклассник, несмотря на то, что занятия проходят интересно, ему хочется вернуться в школу. Ну, в обычном уроке в школе там есть друзья. Там учительница всегда объясняет. А на этом надо как бы, ну, сидеть. Если ты хочешь спросить, вдруг тебя еще кто-нибудь спросит, потом, если урок закончится, ты ничего не поймешь. Вместе с братом занимается и третий классник Артур. Задания ему учителя присылают в форме электронного кейса. Уроки старается выполнять сам, но иногда помощь мамы просто необходима. В семье Менигалиевых у каждого есть свое рабочее место. Родители постарались создать все условия для детей. В общем-то устраивает. Единственное сложное то, что нужно объяснять из-за учителя. Домашнее-то они выполняют сами. Ну, кажется, что как будто побольше времени нужно с ними заниматься. Ну, на самом деле все успеваем. Вот, в общем-то интересно. Пока как будто бы сложно. Ну, интересно. При том, что я еще и сама учитель. Вот, они у меня самостоятельные, выполняют все. Иногда спрашивают. Как бы я им помогаю. Ну, мы хотим, конечно, все на работу, в школу. Хочется живого общения. Дети соскучились по учителям, по своим друзьям соскучились. Выходить уже на улицу охота. А так, в общем-то, в общем, сложностей нет в дистанционном обучении. Ну, единственное, по времени, наверное, что весь день занят, занят, занят. И детям хочется поиграть, своими делами заняться. А мы все учимся, учимся с утра до вечера. Число уроков девятиклассницы Айсуи Паровой не изменилось. Хотя распорядок дня стал чуть демократичнее. Учеба идет в формате как онлайн-уроков вместе с преподавателем, так и самостоятельного изучения материала. Мне вообще нравится это электронное дистанционное обучение. Но главное, что мы дома, в безопасности. Я думаю, что это лучшее решение в связи с этими обстоятельствами в стране и вообще в целом мире. А вот то, что нам говорят, что больше заданий, я так не думаю. Потому что мы бы все равно, все это то же самое время, мы бы сидели в школе и то же самое бы изучали. Немножко сложнее может усвоить материал, потому что не учитель объясняет, а ты сам должен как-то догадываться до конца, доводить эти предложения какие-то. Нам очень сильно хорошо готовят к экзаменам по всем предметам. Даже сейчас на карантине чуть даже больше. У нас есть много времени, чтобы подготовиться к экзаменам, чем это было, когда мы учились именно в школе. В условиях соблюдения режима самоизоляции дистанционное обучение стало единственной возможностью продолжить освоение школьной программы. Насколько ученики усвоят этот материал, сидя дома, и сдадут переводные экзамены, пока же только время. Гульнара Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Посевная кампания в Башкирии началась на две недели раньше срока. Всему виной стала теплая весна. В этом году в 14 хозяйствах нашего района планируется яровой сев на площади более 30 тысяч гектаров. В том числе под яровые и зерновые культуры отведут 23 258 гектаров. С начала этой недели идет баранование и минеральная подкормка многолетних трав. Одними из первых на поля вышли работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба». Тракторист Иван Нуреев в «Дружбе» трудится почти 30 лет. За эти годы работа стала привычной. Однако каждый сезон имеет свои особенности. Как признается, в этом году баранование идет чуть труднее. Земля пока еще твердая. Постоянно, с 92-го года в колхозе «Дружба» работаю. Без отрыва. Вот это, с колхоза. Как-то. Работа нравится. Начал водителем. Пересел на трактор. И все. Кот работал на водителе. Впоследствии на тракторе пересел и на тракторе работаю до сих пор. Техника хорошая. Слушается. Работа идет нормально. Чтобы земля принесла богатый урожай, перед посевной ее необходимо качественно обработать. Первый этап – это барнование. Оно предохраняет почву от высыхания, выравнивает ее поверхность, разрушает корку. В хозяйстве для барнования используются два трактора. Баронуют с 9 до 18 часов. Пока обед уже не было. Вот сегодняшний год, сейчас начали. Обед уже. Стоит сделать на 1128 многолетки, бароновать. И, ну, это удобрение, там, местами только нам будет. Удобрения хватает. В этом году поменьше взяли. Техника хватает. Все. Вроде работа. Уже готовы. Тем временем на соседних полях работает разбрасыватель удобрений. В хозяйстве для обогащения почвы используется карбамид. По словам главного агронома, обработку планируют закончить в течение недели. После чего можно приступить уже к культивации почвы. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Енаульского телевидения. Очередное заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан состоялось 9 апреля в Доме правительства Республики Башкортостан. Ради Хабиров призвал пожилых людей находиться в домах и потерпеть еще две недели. С 10 апреля на две недели в Башкирии вводится комендантский час для пожилых людей и детей. Теперь лица старше 65 лет не должны находиться в общественных местах с 18 до 10 часов местного времени. Глава региона пояснил, что режим самоизоляции ужесточается. После указанного времени пенсионеры старше 65 лет, вне зависимости от обстоятельств, должны находиться дома. Кроме того, введен комендантский час для детей. Им запрещается находиться в общественных местах с 18 часов вечера до 13 часов дня. Штрафы за нарушение режима будут выплачивать родители. Школьникам России на время вынужденных каникул и дистанционного обучения вместо ежедневного горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Сухие пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Большинство школьников уже получили первые продуктовые наборы, в их числе и ребята из прогрессской школы. В набор входят рожки в килограмм, рис в килограмм и по 600 грамм пшено. Инделя Харисова работает поваром в прогрессской школе. Но сегодня она не балует местную детвору кашей и котлетами, а раздает наборы продуктов. Такие меры приняты во всех образовательных учреждениях нашего района на время дистанционного обучения. Мы составили график получения, в какой день они должны подойти и в какое время. По этому графику они приходят, получают набор продуктов. Их у нас семей всего 12, 19 детей льготной категории. К льготной категории относятся и семья Басировых из деревни Айбуляк. В их семье подрастает четверо детей. Моим детям старшему 14, младшему 8. Мы получаем 4 ребенка у нас. И вот каждую неделю получаем по 4 пакета. До недели огурцы вот получили, столько много. Кушаем салаты разные. Шаурму любят делать, дети сами делают. Продуктовую помощь в учебном заведении родитель получает лично. Стоимость недельного набора для детей из многодетных и малоимущих семей составляет 225 рублей. А для детей с ограниченными возможностями здоровья 500 рублей. Резидент Новокрещенова Артур Мухаммеджин, Служба новостей на Ульского телевидения. С приходом весны ситуация с пожарами усложняется. Жители наводят порядок на своих участках, сжигают сухую траву и мусор. Для предупреждения пожаров силами Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и Государственного пожарного надзора, волонтерами МЧС, органов местного самоуправления, в нашем районе проводится профилактическая работа. Волонтеры распространяют памятки среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности, и ненарушению режима самоизоляции. Главным оружием в борьбе с возгораниями остается профилактика. О необходимых мерах пожарной безопасности нам рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадуллин. Обстановка с пожарами на территории Республики Башкортостан напряженная. Всего на сегодняшний день произошло 1655 пожаров. К сожалению, в огне погибло 81 человек. И опять, к сожалению, из них четверо детей. На территории Янаульского района произошло 11 пожаров. В огне погиб один человек. С наступлением весеннего, летнего пожароопасного периода и наступлением теплой весенней погоды начинаются пожары по вине человека, а именно горение травы в результате сжигания мусора, неосторожного обращения с огнем, где огнем повреждаются надворные постройки, жилые дома именно из-за невнимательности граждан и сжигания сухой травы. В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям Янаульского района, к гостям нашего района по запрещению сжигания мусора на территории дворовых хозяйств, на территории сельхозпредприятий по запрету сжигания мусора и сухой травы в садовых кооперативах за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании мусора сухой травы предусмотрена административная ответственность в размере определенных штрафов в зависимости от того, гражданин, должностное лицо или юридическое лицо. Размеры штрафов большие. Также в результате сжигания травы при наступлении тяжких последствий предусмотрена и уголовная ответственность. Также хотелось бы предупредить о большой ответственности за повреждение лесного массива в результате того же неосторожного сжигания мусора или сжигания сухой травы. Если произойдет повреждение лесного массива, также предусмотрена уголовная ответственность. Особое внимание при этом уделяется безопасности детей, где рекомендовано родителям, а также в рамках дистанционного обучения через отдел образования большое внимание уделять пожарной безопасности детям. Именно проводить с ними занятия, беседы. Также было рекомендовано данным должностным лицам по ознакомлению всей имеющейся информации по обеспечению пожарной безопасности на официальной странице ВКонтакте Янаульского межрайонного отдела надзорной деятельности профилактической работы. Благотворительный фонд «Изгелек» запустил «Марафон Хаир». Проект призван помочь одиноким пожилым людям, получающим минимальную пенсию по старости или инвалидности. По предварительной оценке в помощи нуждаются более трех тысяч человек, проживающих в Башкортостане и не имеющих детей. О том, как оказывается адресная помощь в нашем районе, расскажет корреспондент резиданного Крещенова. В продуктовый набор входит мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло и другое. Стоимость набора составляет одну тысячу рублей. Прежде чем выехать к своим подопечным, социальный работник получает инструкции и необходимые рекомендации. Вчера мы получили продуктовые наборы для наших обслуживаемых в виде продовольственных товаров. Данная категория лиц должна постоянно проживать на территории Республики Башкортостан и не должна иметь иных доходов пенсии от государства. Подопечными фонда могут стать только одинокие пожилые люди. Это пенсионеры по старости в возрасте от 60 лет и старше, получающие минимальную пенсию, и инвалиды в возрасте 55 лет и старше, оставшиеся без попечения родственников. Гульфия Валиева – социальный работник с 20-летним стажем. Она умеет найти свой подход к каждому пенсионеру, а их у нее на участке 20 человек. Я очень благодарна всем. Вот так помогают, не забывают нас. И день инвалидов всегда не забывают. И вот социальный работник всегда у нас. Хорошая, всегда приходит она. Они нас встречают как своих детей, как родных. Очень любят, ждут. Даже если продуктов не надо, но к ним надо приходить, сидеть. Им, наверное, важнее, намного больше общения. А вот благодарность, вот когда раздаем. Тетя Галя, проходите, проходите. Когда такой пакет, и муж вообще с радостью бежим, потому что они радуются, они радуются, мы радуемся. Сегодня продуктовые наборы получили 9 янаульцев. Президент Новокрещенова Артур Мухамедшин, служба новостей янаульского телевидения. С момента введения режима самоизоляции сотрудники полиции и представители добровольной народной дружины ежедневно выходят в рейды на улице Янаульского района. Главная задача таких мобильных групп не допустить распространения коронавируса. В составе группы два полицейских и два добровольца. Рейды проходят дважды в день, днем с 14 до 18 часов и вечером с 20 часов до полуночи. Сегодня в янаульской народной дружине состоит 106 человек. За последнюю неделю совместно с сотрудниками полиции они предупредили об опасности заражения и распространения коронавируса и рассказали о мерах профилактики более 300 раз. Кроме того, напомним, что в отношении нарушителей режима самоизоляции предусмотрены и административные протоколы. Штаб волонтеров янаульского района начал свою работу 27 марта. Молодые люди помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, не имеющим возможности выйти на улицу. Как отмечают организаторы штаба, желающих прийти на помощь оказалось немало. Чтобы стать полноправным волонтером, необходимо пройти обучение на онлайн-платформе и очный инструктаж по защите себя и подопечных от распространения инфекции. Успешно прошедшие все испытания добровольцы получают сертификаты. Помимо этого, штаб тесно сотрудничает со старшим по дому и Центром социального обслуживания населения Альтаир. Работа волонтерского штаба состоит из трех этапов. Приема заявок на покупку необходимых товаров, обработки заявок, закупки необходимых товаров и доставки волонтерами по адресам. Все помощники обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Для предотвращения случаев мошенничества все волонтеры имеют отличительные бейджи, экипировку, а также носят с собой удостоверение личности. Добровольцы доставляют продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. Режим самоизоляции был продлен. В связи с этим продлевается работа и волонтерского штаба. И за дня в день поступает все больше заказов. Большее количество заказов было в выходной день. В субботу у нас нашими волонтерами было отработано 16 заявок. В основном все заявки были касаемы продуктов. Помощь оказывается как в городе, так и в сельских поселениях. Количество волонтеров у нас увеличивается. На сегодняшний день, начиная с 30 марта, нашими волонтерами исполнено 64 заявки. Количество волонтеров составляет 69 человек. Такой запомнится нам этой неделе. Впереди прогноз погоды. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома и приятных вам выходных. 12 апреля ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 6, плюс 8 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 9, плюс 14 градусов. Эта дыхательная практика помогает сохранять спокойствие. И она прекрасно подходит, чтобы заказать лекарства на farmland.ru farmland.ru Гранатия качества и профессионализм. В Башкортостане с 10 апреля вводится комендантский час для пожилых и детей. Теперь лица старше 65 лет не должны находиться в общественных местах с 18 до 10 часов. Дети с 18 до 13 часов. Берегите себя и своих близких. Самоизоляция – самый простой способ остаться здоровым. Штаб волонтеров по противодействию распространения коронавирусной инфекции начал свою работу в Янауле. Волонтеры принимают заявки для оказания помощи в доставке продуктов, питания и лекарственных препаратов одиноко проживающим лицам пожилого возраста и маломобильным гражданам, тем, кто находится на самоизоляции. Всех неравнодушных янаульцев приглашаем присоединиться к масштабной общероссийской акции «Мы вместе». А желающим стать волонтером «Мы вместе» и желающим получить помощь волонтера достаточно позвонить по следующим телефонам. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402. Внимание! Во исполнение указа главы региона Радио Хабирова от 18 марта 2020 года о введении режима «Повышенная готовность» на территории республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничено движение городских автобусных маршрутов по городу Янаул. Теперь автобусы будут работать по следующему графику – утром с 7 до 9 часов, вечером с 17.30 до 20 часов. После 20.00 движение автобусов будет прекращено. Также с 1 по 12 апреля приостановлены пригородные маршруты по Янаульскому району. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись! Не поджигай сухую траву!